Бутик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг, с трех до пяти вечера. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья. С вами Кирилл Задов. Это Бутик Политик. Сегодня 21 октября года 2020-го среда. Сегодняшнюю программу строим по следующему принципу. Первый час я расскажу вам о прогрессе в достижении договоренности между демократами и республиканцами по поводу пакета помощи. Еще одного к вопросу, когда деньги. Вот этот вопрос сейчас очень-очень аккют, очень актуальный. Поэтому мы должны обязательно... Еще я постараюсь недолго бы, постараюсь быть брифом. После этого мы... И хотелось бы немного... Мы давно не касались темы Нагорного Карабаха. Война продолжается, и пришло время дать какой-то... Какие-то свои мысли высказать тоже. Вот. Относить к тому, почему успеха нет ни у одной из сторон, такого прям явного успеха. И что нужно, наверное, сделать сторонам, желающим прекращения этого конфликта, чтобы он прекратился прямо сейчас. И как нужно говорить. Короче, я выскажу свои соображения. Опять же, они, естественно, субъективны. Вот. Потом нигерийским протестам надо посвятить какое-то время. Но я очень надеюсь, что на завтра в разговоре с Юлей Юзик с 4 до 5 мы сможем, московским независимым журналистам, мы сможем коснуться нигерийских протестов вглубь. Серьезно. Там серьезная ситуация сейчас очень. И мало того, что вирус протестов туда пришел, сама по себе ситуация напряженная, учитывая, что молодежь, которая все это организует, она... Большинство населения явное. Вот. Поэтому там прям реально все это на нефтяном рынке может сказаться. Я обо всем этом скажу, когда будем говорить о нигерийских протестах. Вот. И в конце, если останется время, я планирую уделить время визиту сегодняшнему, который должен сегодня начаться министр обороны Израиля Бенни Ганса в Вашингтоне во встречах с Марком Эспером. Вот. Двухдневный визит. О чем они будут говорить? Это интересно. Будем гадать на кофейной гуще. Ну, погадаем. Educated guests, да. Будем пытаться информированно гадать. Вот такой план. Во втором части Алик Брук Красный придет сюда с Божьей помощью, я надеюсь, очень. И тогда мы сможем обсудить скандал с Хантером Байденом. Я знаю, что вы этого ждете. И надо, я считаю, это обязательно надо. Эти вопросы все необходимы. Я обязательно Алику задам. Посмотрим, как демократы к этому относятся. Вот такой план на сегодня. Пишите 347-460-0877. Это СМС-портал прямого эфира, если вопросы будут у вас возникать. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Оказывается, ультиматум, который выдвинул Нэнси Пелосик, господину Мнучину и администрации, мол, типа до конца дня вторника договориться, оказался не такой уж прям ультиматум. Я в понедельник вам все это рассказывал. И там, в понедельничной программе, скоро она появится, кстати, на Саундклауде и на Ютубе. Сейчас с архивами немножечко проблем возникает, поэтому из-за логистических вопросов, поэтому чуть-чуть позже программы будут появляться, но они будут появляться для тех, кто не успел. Вот. Понимаете, там такая ситуация происходила, что в субботу, я вам рассказал там все, в понедельничной программе рассказал все, какие основные различия между демократами и республиканцами в этом плане есть. Какие-то детали, которые я не рассказал, расскажу сейчас. Теперь они 45 минут говорили на выходных по телефону, я вам в этом рассказал тоже. С Мнучием между Пелоси и Мнучием говорили по телефону. Потом начались очень активные переговоры в воскресенье, в понедельник и вчера. И настолько вчера были прям продуктивные переговоры, как пишет Wall Street Journal, что господин Мидоус, возглавляющий администрацию нашего президента, Чивов Став, Марк Мидоус, он сказал, что настолько продуктивные они были, что есть о чем говорить и сегодня. Он внушает определенные надежды, потому как и президент внушал надежды, когда сказал, что он готов, в принципе, от этого миллиард, ну простите, простите, с этими цифрами страшно, триллион восемьсот восемьдесят миллиардов, это как бы не крайняя цифра. Он сказал, что он готов и больший пэкетж рассматривать тоже. И тут он как бы идет вразрез с позиций республиканцев, фискально-консервативных в Сенате. Об этом мы поговорим. Более того, еще некоторые вещи президент сказал, которые тоже внушают надежду. Когда у него спросили в себе сегодня, а что будет, если почти все, для того, чтобы пропустить демократический вариант, то есть то, о чем администрация договорится, допустим, в два триллиона, сразу забегу вперед, скажу, что договоренность два триллиона уже, в принципе, готова. То есть поднялись республиканские представители администрации, Мущин поднялся еще на сто двадцать миллиардов. И, в принципе, по идее, как говорят представители Пелоси, это должно демократов устроить, потому что нужен компромисс. Компромисс это как бы тейкс ту ту танго, опять, да. Двое должны танцевать, оба должны уступать, и это компромисс. Понятно. Значит, какие-то, и все хотят, и, естественно, демократы хотят пропустить Билл, и республиканцы хотят пропустить Билл до выборов и дать деньги как можно быстрее людям, которые сейчас испытывают серьезные проблемы финансовые. Мы должны это сказать, я думаю, что вы это знаете не понаслышке, что с деньгами потихонечку становится хуже и хуже, потому как не открываются штаты, как они могли бы, потому что пандемия, у нас 57 тысяч кейсов в день. Вот. То есть есть определенные проблемы, мы понимаем. Соответственно, деньги нужны сейчас, и экономика страдает, и Пауэлл говорил об этом уже несколько раз, и, естественно, Ночин, как министр финансов, это понимает, и рынки реагируют очень активно. Короче, нужно влить еще пару триллионов. Простите за эту фривольность. Значит, нужно влить еще бабла. Соответственно, все хотят, это в интересах всех. Вопрос, сколько? Значит, теперь следующий момент. Значит, как только президент Трамп сказал, что он готов больше подписать пакет, да, даже если это будет больше, чем триллион восемьсот восемьдесят, больше, и примерно договоренность на два уже, я так понимаю, достигнута, так это слышно из тех материалов, что я прочитал, возникает вопрос господина Макконнелла и сенаторов-республиканцев, которые в основном вряд ли поддержат такой пэкетч. И о чем Макконнелл, кстати, сегодня сказал, что это проблема, мне собрать хотя бы тринадцать республиканцев, сенаторов, для того, чтобы они поддержали сорок семь демократов, которые все в сенате, сорок семь, поддержат тот билл, который пройдет хаос после договоренности Пелоси и Мнучина, когда она будет достигнута, да, очень сложно. Помимо технических деталей того, что после голосования по номинации Эми Барретт, сенат планирует уйти в рецесс, да, на каникулы. И это, естественно, тормозит процедуру. И президенту сейчас придется сильно, я так понимаю, надавить на Макконнелла, чтобы в случае, если договоренность будет достигнута, да, чтобы он, а, не отпустил сенат на рецесс, и он, да, собрал тринадцать голосов республиканских сенаторов. Это важно сейчас, для президента это безумно важно, и для всех это важно, это win-win. Получается, что мы находимся с вами, как рядовые американские граждане, в удачной ситуации сейчас, как бы перед выборами, но всем хочется это сделать. И на самом деле так. Потому что, если какая-то из сторон в итоге будет выглядеть, как та, которая блокирует, она проиграет. Я думаю, это и будет главным аргументом у Трампа и Макконнелла относительно тех республиканских сенаторов, которые будут пытаться проявить излишний фискальный консерватизм. Потому как это может против них сработать на выборах, а может и за, с одной стороны. Но там, те, у кого рейс очень напряженный, им бы желательно было бы, конечно, пойти навстречу здесь сейчас и проголосовать за пакет, если администрация его согласует. В общем, намази этот момент, ждем этот момент, и в ближайшие дни мы будем знать уже точно, до выборов пройдет это или не пройдет. В любом случае, переговоры будут продолжены, и рано или поздно, я хочу вас уверить, друзья мои, рано или поздно пакет в том или иной форме будет принят. Вопрос как бы только, когда? Понятно, что всем хотелось бы, чтобы это произошло быстрее, но есть определенные, как мы только что вам рассказал, задержки. Также еще то, что я раньше вам не говорил, очень важно знать. В этом пакете остались спорные моменты между республиканцами и демократцами относительно того, сколько дать штатам, сколько дать локальным муниципалитетам денег, все это понятно. Там очень важный момент, о котором я вам раньше не говорил, это момент, насколько будет расширена liability insurance, страховка для тех бизнесов, которые открываются в ситуации пандемии, чтобы они не страдали от исков, которые им будут вчинять люди, которые будут их обвинять в том, что они не предприняли необходимые усилия, чтобы предотвратить заражение на рабочем месте. Я надеюсь, я понятно излагаю. И это касается также школ, да, и это касается и бизнесов, само собой. Потому что если бизнесы будут завалены исками от людей, которые будут говорить, что они там заразились, что это на самом деле не даст возможности бизнесам открываться, потому что есть максимально, что бизнесы могут сделать, чтобы предотвратить такие заражения, и то, что они не могут сделать, это понятно. То есть требуется прописать определенные provisions, определенные пункты, которые будут говорить о том, что считается reasonable, да, что считается правильными, достаточными усилиями бизнеса, чтобы предотвратить заражение внутри этого бизнеса, а что in excess, да, а что слишком большие усилия, которые бизнес не должен делать, чтобы попасть под эту страховку. Короче, я надеюсь, что я понятно это объяснил. То есть есть определенные моменты с страховым покрытием американских бизнесов для того, чтобы они могли начать работать в условиях пандемии, пока у нас вакцины нет. И также вопрос того, сколько, очень важный вопрос между демократами и республиканцами относительно налогообложения. Простите, что так долго, но это важно вам тоже знать. Так как пандемия нанесла страшный урон экономике и частной, американской, невероятно, частным бизнесом, республиканцы там в этом законе от марта, если не ошибаюсь, который был принят, протаскивали временную меру и протащили, что бизнесы смогут выставить потери, которые они понесли от пандемии, против того инкома, которому удалось заработать после. Вопрос, на сколько времени этого облегчения будет действовать, этот tax exemption, да, эта льгота таксовая будет действовать. Понятно, если человек потерял, допустим, 50 тысяч долларов из-за пандемии, в принципе, за 20-й год, например, да, и заработал потом 75 тысяч, то он сможет взять эти 50 тысяч, которые он потерял, и вычесть их из общего своего дохода, да, останется, я сейчас очень грубо, да, останется 25 тысяч, они будут облагаться налогом, они все 75, которые он заработал. Вот такая схема. Демократы хотят, это очень важно, исходя из их стандартного требования увеличения налогов, да, чтобы это долго не продолжалось, и какие-то потери можно будет таким образом вычитать из дохода, а какие-то нет. Вот. И они хотят как можно быстрее, чтобы эти льготы были отменены, да, как можно быстрее. И тут республиканцы, демократы расходятся, это тоже, по идее, должно быть в этом пакете учтено. Вот, в принципе, все, что я хотел вам сказать. Ждем, короче, ждем, когда эта вся штука разрешится. Очень надеюсь, что разрешится на этих днях. Прям вот очень надеюсь. Так это выглядит пока. Стороны слишком сильно заинтересованы, чтобы она прошла. Обе стороны. Все. То есть три, де-факто, стороны. Демократы и президенты заинтересованы очень, а республиканские сенаторы, ну, придется использовать президенту. Президентский ресурс административный, да, здесь давить на них, заставлять их. То есть, короче, туфорст. Это наш президент умеет делать. Как известно, в нью-йоркском бизнесе он каток, да. Все, кто поднимаются против него, их давят в асфальт каток. В общем, короче, это все на этом, касательно этого момента. Теперь относительно Карабаха, и тут, к сожалению, никакого оптимизма я не могу высказать. Единственное, что я хочу сказать, что видно мне, что успехи азербайджанской армии, о которых некоторые источники массовой информации, средства массовой информации сообщают, они скромнее, на мой взгляд, из того, что я знаю, да. Я не буду вас грузить сейчас географическими названиями. Я думаю, что люди, которые заинтересованы в этом, то есть, у которых этот конфликт вызывает, которые к ним напрямую относятся, я имею в виду, да, то есть, у которых члены семьи страдают от этого конфликта, проживая либо на одной, либо на другой стороне, и сейчас слышат меня, они знают реальное состояние дел, потому что они разговаривают с своими родственниками, я так понимаю, телефонная связь никуда не делась. Интернет присутствует, и российские средства массовой информации, и не только российские, и другие средства, и Евроньюз, и разные другие, которые по-русски, кстати, тоже это все освещают. Они хорошо освещают этот конфликт, на мой взгляд. Стараются делать это с нейтральных позиций, показывая обе стороны. И многие уже телекомпании, которые я видел, и Артевиай это сделал, и Аль-Жазира это сделала, и, по-моему, это сделали Россия-24, одновременно делали интервью с Алиевым и Пашиняном в режиме так совместно, то есть, они отвечали на вопросы параллельно, на одни и те же вопросы, и это потом совместно показывали, но они там уже с собой не разговаривали во время этого интервью. И я хочу поделиться с вами то, что я увидел у Вова, у дяди Вова Бегунова, который гитарист группы «Чаев», лично с ним знаком, слава богу, повезло мне. И он написал интересный пост, и я... Он на этот пост запал мне в душу, я услышал то, что он говорит, хотя понятно, что человек не политолог и выражает мнение годового гражданина, да, как бы. Он говорит, что я смотрю, я сейчас буду лузы цитировать, да, то есть, как бы, примерно, не до слова. Я смотрю на этих двух ребят, да, двух этих чуваков в костюмах от Бриони, холеных ребят уже, да, не то, как Пашиня, например, когда-то пришел с рюкзаком, когда оппозиционные все эти штуки. Ну, он уже, он уже, блин, давно уже, он уже, как бы, при власти достаточно долго, уже обрел повадки и жестикуляцию вельможи, да. Я смотрю на них, короче, на обоих, и на Алиева, и на Пашиняна, так одетых, таких холеных, рассуждающих о чем-то. И я знаю, что в этот момент, когда они разговаривают вот так, рвутся снаряды, погибают дети, и страдает огромное количество людей. И это неприемлемая ситуация, это должно немедленно прекратиться, да. И я этот момент, он там в других словах немножко это описал, более жестких, я не хочу эти слова произносить здесь. Но это должно, это так и есть. Я уже не говорю о том, что мы все по факту своего личного, своей жизни, в предыдущей, да, в другой стране, мы все разделяли одно государство, и мы все жили в одном государстве, мы все, все три участника, да, и Россия, и Азербайджан, и Армения, мы все проживали в одной стране, говорим по-русски, все понимают русский язык, на русскоязычном пространстве, в принципе, находятся все. И это неприемлемая ситуация, когда такой конфликт так долго не может быть решен дипломатическим путем, и приходится, и Азербайджану приходится решать конфликт военным путем. В такой ситуации, которая сегодня есть, единственным, я так понимаю, государством, которое взрослое в этой комнате, да, это российское государство. И понятно, что в интересах России, и мы говорили об этом много раз, чтобы этот конфликт не продолжался. Потому что это ослабляет ее позиции на постсоветском пространстве, по гуманитарным соображениям это неприемлемо, и потому что Россия считает себя дружной стороной Азербайджана в том числе. Поэтому единственное, на мой взгляд, здесь правильным было бы действием, наверное, да, ввести, России придется, скорее всего, в этом конфликте, для того, чтобы его закончить сейчас, я имею в виду горячую стадию этого конфликта, закончить, да, придется проводить определенное принуждение сторон к миру, и сделать это можно только, на мой взгляд, да, никак по-другому это не произойдет, никак по-другому это не может произойти, если только Россия, они здесь, алист Турции, из-за столов разговаривают непосредственно о Карабахе, что Россия явно не хочет делать, то тогда правильным было бы, наверное, использование России какой-то военной силой для разграничения противоборствующих сторон непосредственно в Карабахе. И мне представить, и учитывая, что на Совете Безопасности ООН, кстати, у России в вопросе Карабаха будет сильная поддержка других постоянных членов Совбеза, в данном случае я говорю о Франции и США, то, в принципе, теоретически можно даже, наверное, то есть это первая опция, да, на мой взгляд, для России могла бы быть верной, на Совбезе ООН поднять вопрос о введении туда в Карабах мировоззрочного контингента, да, через решение Совета Безопасности ООН или резолюцию принять Совета Безопасности ООН сейчас, которая обязала бы Азербайджан прекратить наступление, например, сейчас, да, или обязала бы обе стороны прекратить огонь. Резолюция Совбеза должна для этого пройти. Это первая опция, она может не сработать, конечно, как мы понимаем. Поэтому наиболее действенным вариантом мне представляется сейчас, мне представляется, введение на территорию Карабаха реально военного контингента российского, да, для разграничения между сторонами. Я сомневаюсь, что в этой ситуации тогда стороны продолжат вооруженный конфликт. Ну, потому как риски будут слишком высоки. С другой стороны, это подвергает российских солдат опасности, естественно, и погружает Россию в тот конфликт, в который она, конечно, не хотела бы погружаться по уши. Это тоже понятно. Но здесь требуются определенные ответственности, определенные волевые меры, да, серьезные, жесткие, которые не всегда ситуации все вин-вин, да, они не всегда такие. И мне кажется, что Российская Федерация должна быть готова для того, чтобы силовым решением этот конфликт остановить. Мне представляется, что это наиболее правильным было бы действием сейчас. Ну, по крайней мере, тогда не нужно было прибегать к другим моментам, да, которые бы усложняли российско-турецкую, например, динамику сегодняшнюю, в других сферах, в которых Россия и Турция сотрудничают, и на других фронтах, в которых Россия и Турция сотрудничают тоже. Потому что иначе тогда, если так не делать, то тогда нужно усложнять жизнь Эрдогана на других полянах, да, нужно на других шахматах, досках это делать. Нужно тогда играть на сирийском поле или на ливийском поле. А ливийское поле, у меня вроде бы, только-только-только ничего налаживаться, да, и едлип вроде бы спокойный, да. Или нужно играть на Курдской поляне. Я сомневаюсь, что у Российской Федерации сегодня есть для этого аппетит. Прям такой уж, прям такой реальной конфронтации с Турцией на Курдском поле. И помните, что последние несколько дней я со многими экспертами поговорил относительно, то есть со многими своими гостями поговорил, задал им все эти вопросы, можно ли через Макрона, через тех французов, спецназ, которые, ну, короче, через французское влияние там в Курдской зоне в Сирии, каким-то образом сейчас стать чемпионом Курдского, независимого Курдистана, можно ли навалить опять поставку вооружений. У России, как мы помним, Зора Кабарт нам говорил здесь, что у России, после того, как Аджалан они приютили, возникли огромные... Простите, Антон Марнасов нам говорил, что у России с сирийскими курдами отношения и с турецкими, и с рабочей партией Курдистана сильно ухудшились, после того, как Аджалан оказался в турецкой тюрьме, и Россия его не спасла, да, и сидит там по жизни, насколько я понимаю. То есть есть определенные моменты, все хорошие контакты, которые у Советского Союза были с рабочей партией Курдистана сегодня, они фактически отсутствуют уже, потому что была ситуация, при которой отношения с Турцией были важнее, это все тоже понятно. Вот, и сейчас, вы знаете, идти на прям такую открытую конфронтацию сегодня с Эрдоганом, я сомневаюсь, что это в российских интересах тоже, и слишком много завязано сегодня. Это правда тоже, вот что Зора говорил нам, Кабарт, он говорил нам, что слишком много миллиардов долларов в совместной торговле, и никому не хочется это терять. Что тоже понятно, с другой стороны, решения политические в военной сфере тоже далеко не всегда измеряются деньгами. И есть некоторые моменты, в том числе и престиж, да, которые не могут измеряться деньгами. Помните эту историю, когда Бендарбин Султан, кстати, который недавно стал ньюсмейкером, и я, может быть, в последнем сегменте вспомню его имя еще раз, расскажу вам, в каком смысле он стал ньюсмейкером. Принц Бендарбин Султан, который возглавлял секретную службу Саудовского королевства, прибыл во время начала Сирийской войны и попросил Путина сдать осады, и обещал ему за это невероятные деньги. Информация об этом прошла, и деньги, и обещание Катара не продавать газ на европейском рынке, и много чего тогда, и он в предыдущих программах несколько лет назад об этом рассказывал. Вот, и тогда Путин сказал Бендарбин Султану, огромное спасибо, что вы оказали нам честь своим визитом, но у нас в Сирии интересы больше, чем деньги. Мне кажется, что у России в Армении, и у России с Азербайджаном, и вообще у России на Кавказе, в принципе, интересы намного больше, чем деньги тоже. Поэтому здесь придется, мне кажется, если эта война будет продолжаться, и люди будут погибать, а СМИ это будут так и дальше показывать, и это все ужасно, это душераздирающая картина, правда. И я видел разные вещи, но видеть, понимаете, мои корни в боку, знать, что как бы люди, которые когда-то были земляками моего деда, моего прадеда и моего отца, мне не совсем приятно все это видеть. И сторону я не хочу в этом конфликте занимать никакую. Мне больно, и это страшная вся история, которая сейчас происходит на наших глазах. И это, конечно, должно прекратиться. И если есть взрослый мальчик в комнате, я считаю, что взрослый мальчик должен предпринять необходимые действия, чтобы это прекратилось. А больше никто, я думаю, боюсь, к сожалению, не может на это никак повлиять. Так мне кажется. Еще раз здравствуйте. С вами Кирилл Задов, это Бутик-Политик. В первом части своего вещания. Значит, обещал Нигерию. Там ситуация дикая в плане того, что протесты начались, молодежные протесты начались в начале этого месяца. И только нарастают. И сегодня эти протесты были разогнаны с помощью боевого огнестрельного оружия, были уже убиты. То есть начались расстрелы протестующих. В Лагосе, в столице, в одной из столиц, там есть в Лагосе, есть Абуджа. В некоторых странах, вы знаете, несколько столиц. Вот. Я так понимаю, что Лагос это бизнес-столица, а Абуджа административная столица. В общем, могу ошибаться здесь. Нигерия, просто для информации, кому сейчас неохота в Википедию лезть, 220 миллионов населения. 220 миллионов населения. И средний возраст 18 лет населения. И при этом растет дико совершенно. Америку обгонят, говорят, через, по количеству, по населению к 50-му году уже будет на третьем месте в мире. Вот. Примерно. Значит, после Индии, после Китая и Индии. Значит, ситуация вот какая. В 92-м году, когда ситуация криминальная, да, ну, я должен обязательно вам сказать перед этим, как бы, в начале всего этого разговора, что Нигерия является главным производителем нефти в Африке. Да, то есть, самое большое количество нефти в Африке выкачивает Нигерия и продает Нигерия. И, естественно, в регионе Дельта все это происходит. Там были истории разные. В Нигерии, вы помните, там была Гражданская война. С одной стороны, с жителями Дельты, которые протестовали против нечестного, как они считали, распределения доходов от продажи нефти. Этот вопрос решился. Все денежки, денежка была поделена правильно. Ну, и там уже давно нет войны, вроде бы. И они абсорбировали всех этих боевиков долины реки Нигер. Они абсорбировали вот в систему государственную, дали им там компенсации. Короче, это, кстати, как Нигерия поступила. Это, кстати, для многих потом была, и эта история известна. Значит, и Бока-Харам, то есть бывший Бока-Харам, ныне Исламское государство Западной Африки, оно так теперь называется, продолжает там на севере Нигерии, которые мусульманские регионы. Нигерия разделяется на христианскую и мусульманскую части по линии завершения того, как арабское влияние заканчивалось. Когда Северная Африка захватывалась, и дальше Ислам начал распространяться в Подсахарную Африку, немножко туда, на юг, в Сахель, в регион Сахель. И в итоге в Нигерии, в северной части Нигерии, она исламская, а центральная и южная – это христианская территория. Президент Нигерии сейчас Мухаммад Бухари, как я понимаю, принадлежит, исходя из его имени, принадлежит к мусульманскому меньшинству. Хотя, опять же, я точно демографии не знаю, кого больше в Нигерии мусульман или христиан, это вопрос. Значит, для меня сейчас. В 92-м году из-за невероятного уровня преступности, причем такой преступности страшной, сильной, нехорошей, из-за убийств, из-за вооруженных ограблений, угонов автомобилей и так далее, было создано такое подразделение специальное, которое называлось SARS. Да, расшифровывается этот SARS как State, Special, простите, Special Anti-Rubbery Squad, да, то есть специальное подразделение против грабежа. И Special Anti-Rubbery Squad, этот SARS, он достаточно быстро и очень эффективно боролся, но боролся он, естественно, методами своими, потому как понятно, что для того, чтобы в Нигерии победить такую грабежи и смесь этих количеств, требовалось применять огнестрельное оружие, не обращая внимания ни на какие правовые нормы. И достаточно быстро это подразделение SARS, они стали, как бы это сказать, ну, стали действовать, как в 15-м веке, в 16-м веке при Иване Грозном действовал Малюта Скуратов, то есть людей хватали на улицах, пристреливали их, стреляли в голову. Без одной из них, да, внесудебные убийства, задержки людей, и более того, действовали они абсолютно, они отвечали, я так понимаю, подчинялись только президенту, скорее всего, да, важно то, что они никак перед законом не отвечали, и никто никогда этих ребят из SARS не привлекал никакой ответственности юридической за то, что уголовный тоже, за те превышения, да, за те злоупотребления, вот правильное слово, злоупотреблять, правильное слово здесь, за те злоупотребления, которые они оказывали для того, чтобы закон восстанавливать законность, да, то есть для того, чтобы восстанавливать закон, они использовали методы незаконные, естественно. Ну, на каком-то этапе в Нигерии это проходило, потому что, ну, гражданское общество не очень существовало, в 1992 год, интернета еще не было в 1992 году фактически, но вот когда средства массовой информации стали набирать распространение, интернет стал распространяться, и у многих людей в Нигерии появились селфоны, а потом эти мобильные телефоны стали смартфонами, соответственно, интернет все больше и больше, информация стала быстрее и быстрее распространяться, это стало значительно сложнее делать взрывом, спичкой, которая эту пороховую бочку подожгла в начале этого месяца, стало видео, как вот у нас с господином Флойдом, да, видео в конце мая этого года, также в Нигерии в начале месяца до этого видео о том, как боец этого SARS подразделения Special Anti-Squad Force, да, пристрелил человека на улице и потом в спокойность отъехал на своем автомобиле, причем просто сделал это, просто на этом видео видно, что человек был или не вооружен, или не стрелял, то есть не представлял угрозу прямой, вот, и это вызвало страшные совершенно протесты во многих нерийских городах, и, главное, в Лагосе в столице, причем протестующих десятки тысяч были, и каждый день это продолжалось, протесты росли, протесты против полицейской брутальности, значит, президент был, Мухаммад Бухари выступил, и Мухаммад Бухари выступил и сказал, что он расформирует SARS, но все эти разговоры о сформировании этого элитного подразделения, как бы, они никуда не делись, то есть они никуда дальше не пошли, дальше разговоров, короче, дело никуда не пошло, и сегодня ситуация стала совсем, как бы, уже вчера, простите, эта ситуация стала совсем, ну, ухудшилась да нельзя, потому что появились убитые в результате попытки полиции эти протесты рассеять, им пришлось применять боевое оружие, то есть теоретически, возможно, вооруженное противостояние сейчас из-за этого. Если это произойдет, тот нефтяной рынок, который мы наблюдаем сегодня, кстати, мы наблюдали падение там на 4% цены у нас на бирже, например, он может немножечко из-за этого в том плане, он может к нестабильности, которую он испытывает в последнее время, да, уменьшение, превращение Нигерии в страну, которая становится нестабильной, и в состоянии гражданской войны, грубо, да, если этот сценарий реализуется, то это может, как мы понимаем, добавить сильно нестабильность техническому рынку, по меньшей мере, надо сказать, это, да, не знаю, в какую сторону, но, скорее всего, в подъем, в сторону роста цены, что тоже, на самом деле, не очень хорошо, потому как Нигерия, это, правда, большая доля мировых, мировых нефтепродуктов сегодня на рынке, но даже не только в этом дело, а дело в тренде, и мы видим, что этот тренд, на самом деле, протестный, он подпитывается полицейским произволом Нигерии сейчас, и он спровоцировал серьезные народные выступления, которые, как мы понимаем, в стране с 220 миллионным населением и вообще другим уровнем цивилизации, который сильно отличается от американского, мы видели, что у нас тут в стране происходило в некоторых городах, можем себе представить теперь, да, что теоретически может из этих протестов в итоге начать происходить в Нигерии, где, как мы понимаем, криминальная ситуация не совсем нормальна. Вот о чем я хотел вам, друзья, рассказать сейчас. Мутик Политик. С понедельника по четверг. С трех до пяти вечера. Сказал. Как обрезал.